Здравствуйте, меня зовут Катерина Зенина. Сегодня речь пойдет о пожарах, отравлениях, бесконечных звонках в полицию и о сложных дежурствах. Именно такими праздники ведут сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Поэтому наш материал называется «Осторожно, Новый год». Если вы хотите встретить праздники весело, со всеми конечностями и без отравлений, смотрите далее. Новогодние праздники для оперативных служб и время работы в режиме повышенной готовности. Обычно, как в мановению волшебной палочки, сразу после боя курантов начинаются звонки в скорую помощь и в МЧС. Чаще всего первый выезд в наступившем году к жертве пиротехники. Ожоги, разорванные руки и ноги проще предотвратить. Поэтому сотрудники Государственного пожарного надзора заранее выходят в рейды по точкам продажи пиротехники. Вместе с ними еще полиция и прокуратура проверяют все. От разрешения на торговлю до сертификатов на товар. На что надо было бы обратить внимание? В первую очередь целостность упаковки, не нарушена линия. Вы можете ее вскрыть, посмотреть. Внутри находится сам зал салютов, который должен быть целый. То есть без разрыва, вот как вы берете мокрая бумажечка, должна быть целая, без всяких повреждений. Вы праве затребовать у продавца сертификат на данные продукции. Как показала проверка, наличие сертификата, к сожалению, не гарантия того, что фейерверк не начнет стрелять не вверх, а вбок. Хранить только в упаковке в сухом помещении. Не выше температуры должна быть 30 градусов. Исключив попадание на упаковку прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. То, чего здесь палатки обеспечить не могут. Сейчас составят протокол об административном правонарушении, но этот фейерверк останется здесь стоять. И, возможно, завтра его купите именно вы. В нем уже будет отсыревший картон и порох, а скотч, на котором все держится внутри, скорее всего, растрескался, и при малейшей вибрации от хлопка заряды полетят в разные стороны. В общем, будьте внимательны при выборе не только фейерверка, но и места приобретения. Ведь никто, по словам продавца, ни разу не проверил срок годности пиротехники, не говоря уже о сертификатах. Кстати, если вдруг фитиль сгорел, а чуда не произошло, не стоит заглядывать в коробку с вопросом «почему не стреляешь?». Эти волшебные слова могут запустить фейерверк, но вам в лицо. Так было, кстати, в прошлом году. Ежегодно люди получают увечья, теряют пальцы, конечности при использовании фейерверков не по инструкции. В любом случае, прежде чем использовать фейерверк, либо какое пиротехническое изделие, необходимо внимательно изучить инструкцию, действовать только в соответствии с инструкцией. И если указано, что должно быть на расстоянии не менее 30 метров от жилых помещений, значит вдали от жилых помещений. Практически все пиротехнические изделия запрещено запускать с балконов и с крыш домов. То есть это категорически запрещено. А все потому, что пока вы веселитесь, благодаря ветру и закону подлости, один из зарядов может залететь на балкон или в открытое окно. Пожара не миноваться. Большинство происшествий случается по вине граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. И вот пока одни запускают салюту с рук, другие садятся за руль. На дорогах их уже поджидают сотрудники ДПС с алкотестером в руках. По итогам прошлых новогодних каникул было выявлено 70 нетрезвых водителей. Именно поэтому и в этот раз массовые проверки будут постоянны. Мы в очередной раз обращаемся ко всем участникам дорожного движения в праздничные дни, после праздников. Если получилось у вас хорошо посидеть за столом, лучше воспользоваться услугами такси. Это будет и дешевле, и безопаснее как для вас, так и для других участников дорожного движения. И пока одни полицейские ищут пьяных водителей, другие проверяют тех, кто их напоил, а вернее продал алкоголь. Кстати, не всегда качественные. К праздникам производители суррогата тоже готовятся тщательно. Вы только посмотрите, какие бутылочки выпустили. Она выглядит как настоящая. Как подлинная шанс. Но она не льется по идее. Хорошие подделки сейчас не редкость на рынке. Привозят такой алкоголь из южных регионов и травят им жителей Дальнего Востока. Да что там, всей страны. От такого пойла другого слова не подберешь. Люди получают сильнейшее отравление и слепнут. Это в лучшем случае. В худшем застолье заканчивается летальным исходом. Отличить подделку можно. Главное – захотеть. Неровные этикетки, некачественные голограммы, разное количество содержимого в бутылке. Запомнили? Но это еще не все. Если алкоголь вам достали не с витрины, а вот так, не пробили и после 22 часов, скорее всего, это сертификат на посещение больницы. Есть еще одно важное отличие. Весь алкоголь от пива до водки проходит через единую государственную автоматизированную информационную систему – ЕГАИС. Поэтому ни одна бутылка не может пройти мимо кассы. Если продавец купил алкоголь, он обязательно должен его продать или показать на остатках. Так что все алкогольные напитки, купленные после 22 часов – подделка. Запомните, даже из хорошего к вам отношения продавец не отпустит вам спиртное поздно вечером. Штрафы слишком велики, да и лицензии никто рисковать не будет. У нас через ЕГАИС. Мы одну бутылку торгуем, сразу лицензионный отдел видно будет. И налог видеть сразу. Да, мы продали одну бутылку. Если попадает плохая бутылка, то уже там видно. Если мы утром рано торгуем, то уже там видно. Сразу звонит. Эй, товарищ, вы нарушение сделали, идите сюда. Штрафы большие? Да, да, очень, очень. У нас в ООО 500 тысяч штрафов у нас. Серьезно говорю, 500 тысяч. В этот магазин мы пришли с участковым. Он проверяет наличие лицензии в магазине. Все хорошо. Пользуясь случаем, смотрим, как работает ЕГАИС. Случайно взятая бутылка водки. Проверяем. Штрих-код. Лицензия. Пробивается. Два звука пик-пик. Это значит, что водка не паленая. Отравившийся суррогатным алкоголем, пострадавший от некачественного фейерверка или своей глупости человек, жертвы дорожно-транспортного происшествия, все они неминуемо позвонят в скорую помощь. К своей востребованности медики уже давно привыкли. В праздничные дни количество звонков и выездов увеличивается в разы, до 500 за сутки. Мы не жалуемся, это наша работа, мы работаем в таких условиях. Просто хотелось бы, чтобы было понимание населения. Потому что зачастую бывают такие завышенные требования и вызывают не только там, где нужна медицинская помощь, а вызывают и таким образом, что приедьте, померите температуру. Удивлены? А таких звонков много. Напомню, медики на скорой оказывают по закону экстренную и неотложную помощь. Экстренную помощь окажут при потере сознания, нарушении дыхания, внезапной острой боли, термическом или химическом ожоге, родах. Срочно приедут и к детям до года. Максимальное время прибытия скорой – 20 минут. А вот неотложная помощь будет оказана только после того, как будут отработаны все экстренные звонки. Только потом приедут к тем, у кого обострилось хроническое заболевание или возникло острое состояние без явных признаков угрозы жизни. Нередко, ввиду сложности дорожных условий, мы не можем пробиться пациенту, ввиду того, что час пик никто не отменял. Погодные условия оставляют, делают дороги непроезжими. И даже включенные спецсигналы не гарантируют быстрого доезда. Конечно, если вызов экстренный, если на кону, как говорится, стоит жизнь пациента, мы стараемся любыми путями объехать. Ездим даже и по тротуарам, и по обочинам, и дворами где-то ездим. Уважаемые камчатцы, если у вас температура 37,2, легкий кашель, ушиб, похмелье, болезни животных – это не повод вызывать скорую. Или если вдруг вам скучно, и такое бывает. Вызываете скорую, нет? Нет, не вызываю. Все, стоит, смотрит и… Это нормально? Это, это ненормально. Тона есть, скорее всего, и такое есть. Ну, да, маличь. 30 минут мы потратили на необоснованный вызов. Это может стоить кому-то жизни. И такое, к сожалению, бывает. Не только касаемо там Петропавловской. Это так работает система по всей стране скорой помощи. Кому-то приехали, кому было не нужно. Кто-то не дождался. По секрету расскажу, что вызов этот был не экстренный и даже не неотложный. Но отказать в выезде скорая помощь не может. Думаю, что буду не первый, кто предлагает за ложный вызов наказывать крупным штрафом. В вопросах, касающихся работы полиции, скорой помощи, МЧС, согласия, наверное, не будет никогда. Мой отец большую часть жизни проработал на скорой водителем. Поэтому я не понаслышке знаю, что эта работа в экстренных службах всегда опасна, сложна, но при этом нужна нам всем. И я считаю, что герои нашего сегодняшнего сюжета немножко супергерои. Пускай не в костюмах, но в форме. А с вами была Катерина Зелина. И до встречи в эфире. А если вы считаете, что у вас есть истории, о которых мы должны рассказать, напишите нам. Субтитры сделал DimaTorzok